Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Полно вам, люди, с себя сквернять недозволенной пищей. Авидий. Авидий. 13 июня. День Ермия. Назван в честь святого мученика Ермия. Ермия в прошлом был воин, христианин. Он уже был стар, когда его стали заставлять поклониться языческим идолам. За отказ его бросили в печь. Спустя три дня раскрыли печь, но нашли святого живым и невредимым, прославляющим Бога, ибо огонь не прикоснулся к телу его. Затем позвали Волхва, который дал ему отраву. Ерем ее выпил и остался здоров. Волхов, видя это, сам принял христианство. В итоге обоих обезглавили. В народе этот день называли распрягальником, так как заканчивались посевные работы. Говорили, распрягальник, севу край, коня распрягай. Интересно отметить, что 14 мая в народе отмечали день Еремия Запашника, начало посевных работ. А сегодня праздновали день Еремия Распрягальника, окончание. По этому поводу говорили. Еремий сев начинает, Еремий и заканчивает. Сегодня опрыскивали плодовые деревья от садовых вредителей. Приметы. Если сегодня ночь теплая, будет урожай овощей. Если сегодня утром стоит туман, к грибному лету. Если сегодня идет дождь, урожай будет слабым. А сейчас мы с вами поговорим о соке огурца. Его отжимают, ну его отжимают всегда, когда есть свежие огурцы. Конечно, лучше всего это делать в теплое время года, но тем не менее, можно есть и сейчас. Огурцы, как мы уже знаем, являются лучшим очагонным средством. Он улучшает аппетит. Обладает желчегонным, слабительным действием, способствует растворению, что немаловажно. Огурец очень хорошо ощелачивает наш организм. А когда слишком много человек потребляет мясных продуктов, наоборот, происходит закисление и начинает попадать кристаллы. И чем их растворить? И оказывается, лучше, чем щелочной сок огурца, ничего не придумано. А благодаря тому, что в нем слишком много кремния и серы, он улучшает рост волос и ногтей. Делает более здоровой и красивой нашу с вами кожу. В огурцах содержится много калия, натрия, кальция, фосфора и хлора. Потребление смеси огуречного и морковного сока благоприятно влияет при заболеваниях, которые являются следствием задержания в организме мочевой кислоты. А их очень много. Начиная от подагры и кончая отложения в этих камушках мочекислых и в почках. И знаете, кристаллики могут даже быть в сердечной мышце. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом, этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в веселой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки. Носит такое название день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok